От пациентки. КТ по направлению онколога. В 2015 году была операция по удалению злокачественной опухоли кишечника, химиотерапия. Сейчас на протяжении трёх месяцев беспокоят температура 37,1-37,6. Боли в горле и носоглотке, и боли в области грудной клетки. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1974 года рождения. Дата исследования 22 апреля 2020 года. Область исследования. Органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях. Построением трёхмерной реконструкции органов грудной клетки. Лёгкие расправлены. Пневматизация лёгочной ткани сохранена. В лёгких свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены. Ход и проходимость трахеи. Главных и долевых сегментарных порунков не нарушены. Средостение не смещено и не расширено. Новообразование в нём не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены. Обычная форма и структуры размером до 8 на 5 миллиметров. Жидкости в левральных полостях не выявлено. Хостных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорта без особенностей. Обращает на себя внимание усиление грудного кифоза до 41 градуса с верстиной в TH5. Диаметр лёгочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Обращает на себя внимание группа мелких до 2-3 миллиметров кальцификатов ВВК правой молочной железы. Заключение. В лёгких свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены. КТ-картина кифатической деформации грудного отдела позвоночника. Кальцинатов правой молочной железы. Рекомендована РГ-маммография. Консультация онколога-невролога. Ассистент кафедры. Кандидат медицинских наук Котов-МА. Комментарий врача-рентгенолога. Данных за патологию лёгких у вас нет. Нет признаков наличия метастазов, опухолей, пневмонии. С ними всё в порядке. Есть сложность с правой молочной железой. В ней видны мелкие кальцификаты. Это неблагоприятный признак. Вам нужно сделать рентгеновскую маммографию, для исключения опухолей. С результатами вам нужно обратиться к онкологу. Также у вас усилят изгиб грудного отдела позвоночника. Тифлот второй степени. Это может вызывать боли, неудобства грудной клетки. С этим нужно обратиться к неврологу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok